Начинается весна, начинается служение, прям замечаю уже не первый год, и прям вау, везде, все, повсюду, такой, как бы, хороший, какой-то божий хаос происходит в церкви, там, все, там, генеральное через неделю, уже не генеральное, можно завтра делать, там, все, вот эта уборка, вот эта божья, суета, она начинает двигаться, шевелиться, столько всего происходит, а, когда в октябре это кончается, вот такой приходит некая, просто, кухня, зима, все, ну, вот такая, знаете, как, после каждой гори, когда ты, а, слушаешь, слушаешь, он должен на тебя гонять, ну, реально, с носом, да, все, все делаются, там, божье тело двигается, каждый свое дело, и такое, прям, ну, круто вообще, и ты устаешь, ты понимаешь, вечером ты уставший, но там надо какие-то репетиции, кому-то, что-то подготовка, в чем-то, где-то, потом горе заканчивается, все, хлам, уставшим, вот это, вот это, вот мне кажется, вот там вот надо прожить жизнь, когда ты, представляешь, как там в конце жизни, ты понимаешь, ты такого же, дедушка, бабушка, такой сидишь, уставший, уставший прям от этой жизни, такой вроде уставший, все, но ты такой счастливый, вот просто радостный, я говорю, так как ты, ты готов еще раз прожить тут? Да, конечно, ты понимаешь, что тебя ждет там такая награда, тебе так легко, но ты уставший. Я говорю, пусть будет всегда такая усталость, которая легкая, я могу сказать, знаете, как, вот каждому из вас, кто думает, что, кто хочет, вот устал, устал, отдохнуть, надо отдыхать, отдыхать всем надо обязательно, но надо уметь отдыхать, знаешь, как говорят, смена деятельности, это отдых, ну, я бы не сказал, ты представляешь, ты вот работаешь, 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 смена деятельности, пошел на огород, работаешь, работаешь, что-то, мне кажется, это не отдых, никак вообще, вот ты же поменял деятельность, там, а особенно, представляете, в такую жару, да, они там творили делов там, но он сказал, его как бы, я так понимаю, с его слов это была ложь, он сказал просто такую вещь, что он, знаете как, вот, люди, которые, которого полюбят свою страну, то есть они идут до конца, несмотря на кем здесь, именно такие люди спасли СССР от вообще немцев, от всего остального, то есть если учитывая, там, смотреть историю, как там быстро все, ну, как захватывали все страны, то наши, как бы там просто, даже Сталинград больше простоял, чем некоторые страны, ну да, выиграли, но само суть, что люди, знаете как, люди шли на войну воевать за свою семью, за страну, как вы думаете, вот, и тут военные, да, они идут воевать, я один такой, а нет, что-то я это, а если не выиграем, пошел-ка я там вот убедать, посреди боя, да, человек, когда знает, за что и как воюет, он идет до конца, вот, могу сказать, а мы все воюем, у нас идет всегда, библия говорит, идет война духовная, да, у нас происходит война внутри всегда, приходят сложные ситуации в жизни, я хочу просто про одну из ситуаций, которые есть в нашей жизни, поговорить сегодня, которая причиняет нам вред, которая причиняет нам боль, которая может останавливать нас на пути, к тому, что сегодня, ну, на пути к нашему призванию, к исполнению воли Божьей, к тому, что, а здесь вот, опять же, если взять людей, которые сегодня ушли из нашей церкви, я знаете, во что верю, я верю, что если Бог меня сюда призвал, то, значит, я должен быть здесь, если придет время выйти, Бог мне скажет, Бог подтвердит, да, как и что дальше, я верю, что я нахожусь в том месте, где, ну, Божий реально Божий, ну, я нахожу определенные трудности в своей жизни, бывает несколько дней подряд, бывает неделю, бывает день, бывает два, по-разному. Матфея, одиннадцатая глава, одиннадцатый стих, это, где Иисус говорит, там, ученикам и всем людям, собравшимся, об Иоанне, Бог говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна, креститель, но меньшее Царство Небесное, больше его. Сейчас я не о второй части, а о первой, да, допустим, не восставал, что не было такого большого человека, пророка, как Иоанн, креститель. То есть, вы представляете, насколько помазанным Божьим человеком, который, путь, который крестил Иисуса, смотрите, сейчас откроем Иоанна 3, 16, 16-17 стих, и это Иоанн, да, тот, который великий человек на земле считается, да, Николой не был осознанным, что он пророк от Бога, даже сам Иуда боялся его, да, который, Царь Иуда, боялся его, то есть, боялся его убить и все остальное. То есть, представляете, какую власть он имел на земле. И вот он говорит, подходит здесь к нему Иисус, и когда он крестил его, и крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверстия с Ним, и все отверстия с Ниму небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, то есть, Иоанн увидел Духа Божия, по Богу, который сходил, как Бог, но он же понял это, даже сходил, как Бог, он мог понять, если Бог, ему не были открыты духовные вещи, да, если бы он не понимал, он по никогда не догадался, что это Дух Божий, ну просто птичка, сел на плечо и все, правильно? А если покатал, то к счастью. Да, так же обычно, вот там, в миру, да, там, как, разбил стакан на счастье, деньгал, о-хо-хо, разбил стакан на счастье, крестил человек, он богатый будет, сердечко каннуло, да, ну, я сейчас не вздумайте, не смейте над этим всем, просто что, А, он понимал, видя, что Дух Божий сходил на Иисуса, и все глаз с неба глаголющий, все из сыновозлюбленных, которым поем благоволение, то есть он это понимал, он это, он осознавал, что Иисус, кто? Христос, что Он Мессия, что Он Спаситель, правильно же? Если бы, если бы, глаз, глаголющий, то есть Бог сказал, это Сын мой возлюбленный, да. Но теперь дальше, Матфея, 11 глава, со 2 по 6 стих, это когда Иоанн сидел в тюрьме, посадили его, там что, в сон час? Да. Да? Девочки, приспите? Нет? Не торопитесь. Смотрите, что говорят. Иоанн же, услышав темницы о Девах Толестовых, послал двоих из учеников своих сказать ей, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого, и сказал ему Иисус в ответ, пойдите, скажите Анну, что слышите и видите. Слепые прозревают, храпые ходят, прокаженные очищают слухи, и слышат все, что воскресают, и нищие, благоресутся. И блажен, кто не соблазнится о мне. Смотрите, у меня вот вопрос просто такой пришел в голову. Иоанн Крестивич, который видел, как Иисуса сошел, он может, который понял, что это Сын Отца Небесного, и он сидит в темнице, то есть в стесленных обстоятельствах, правильно? Тут он в открытую говорил Морисеям, покайтесь, да, в духе и рассказывал, и люди крестились, люди каялись, да, смотрите, что происходило, то есть, у него люди видели силу Божьей, и этот человек, который самый высший на земле из всех пророков приходящих, да, как сам Иисус сказал, то есть еще не было больше него. И этот человек, что произошло в его жизни, в этом помазанном человеке Божьем, что он отправляет учеников задать вопрос, и послал, ты ли тот, который должен прийти, в смысле, подожди, ты крестил кого? Вот у меня он говорит, ты или тот? А как ты? Как? Что произошло в жизни человека, помазанного Богом, да, который видел, что Христос возраст? Это получается, тебя, меня, Бог козьется, Бог, ты услышишь его голос, ты поймешь, что это он тебе говорит, ты упадешь на колени, покаешься, пойдешь служить, куда хочешь, пойду, проходит какое-то время, и все. Если даже с такими людьми происходят такие вещи, что произошло в его жизни? И, знаете, я получил такой, я ответ, для себя, произошли, пришли в его жизнь сомнения, сомнения, то, что он это точно он. А когда они пришли, когда он был в стесненных обстоятельствах, когда он сел в тюрьму, когда он непонятно выйдет или нет, а чуть позже ему вообще головой отсекли, то есть, понятие, понимание того, что все, пришли в его жизнь, в трудности, и в его жизнь пришли сомнения. А почему не вспомнить то, что он видел не так давно? Почему не обратился опять к тому, как смысл, дал тебе какой-то, а правда ли это Христос? Да, вот, если вот, я вот дома, своими мозгами, но вспомни, кого ты крестил? Все просто, да? Даже такой сильный человек может засомневаться. То есть, сомнения приходят в жизнь каждого человека. Это как вот я рассказывал о том, что идут люди на войну, и представляете, если они воюют, за страну, за родных, за близких, за то, чтобы все жили счастливо. И в один момент, они хоп, и, допустим, вся рота там, из десяти тысяч человек, или я не знаю, сколько там человек, да, и тут вот пошли, надо победить. И они засомневались, и один сказал второй, да мы не выиграем куда. И третьему, четвертому, и они развернулись, и ушли. И все. И проиграли все. Они открыли одну, знаете, с нескольких сторон, фланг, да? Да, один фланг открыли, через него прошли, и всех их разрушили, и всех его убили, и победили. Это как в нашей жизни, может быть, какая-то ситуация, в которой ты не можешь прорваться почему-то, пришли какие-то трудности, естественные обстоятельства, и ты буксуешь на одном месте, и тебе приходят сомнения, когда ты, а правильно ли я делаю вообще? Почему люди уходят из церкви, почему люди начинают бороться с этим? Потому что приходят сомнения, они начинают реально сомневаться. А то ли я вместе? А даст ли мне Бог здесь живой, и Бог? А что-то я никого не вижу, никого не слышу, что-то я вообще не понимаю, а то ли я делаю, я так сильно устал уже, знаете, я устал, я не сплю мало, ем мало, там, я не знаю, работаю много, служу много, не знаю вообще, все уже, не могу, у меня руки опускаются, я устал, Бог, неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь был такой уставший? А как же, что я не буду в нужде, а как же, что поднимутся, там, силы, полетят как коровы, руки не устанут, там, все не ослабеть, ты будешь сильным, а как же это все? Где это все? Что происходит? Вот так вот, взять вот, народ еврейский, вышел из Египта, видели такие чудеса, шли, и потом, какого-то, никто ушел, этот, Моисей, и они сомневались, а нам надо кому-то поклоняться, нам надо что-то делать, то есть, ну, это же в нашей жизни поголовно происходит, в любую из нашей сферы жизни могут прийти сомнения, а где-то, а вот здесь я все-таки слава, я вот не могу Бог победить вот в каком-то искушении, в каком, знаете, но он мне все-таки тянет курить, и все, вот хоть что со мной делал, вот тянет, или будет? Не было бы детей маленьких, еще бы сказал, кого, какая-то сфера есть, в которой людей бывает тянет, и тянет, в которой жизнь люди проходят, и борются с этим, и борются, и некоторые люди берут, я знаю одного брата, который у него был, он там, он был один грех, я знаю, что он был у него, он потом мне открыл, он боролся с ним, он был 7 лет, с Богом, но, тихо, я грешу, это не было там что-то сверх кардинальное, но, все равно пришло то время, когда он в этом, ну, как я могу сказать, сдался, я с ним потом общался, он уехал в другую город, потом я был сыгран обратно, а, потом все равно не смог с этим справиться, и все равно ушел в мир, сейчас живет там, в другом городе, там, и, живет во грехе, но сама суть то, что он не был, не смог победить, этот грех, и он его утащил, он засомневался вообще в том, что Бог может ему в этом помочь, но он перестал с этим бороться вообще, а потом, когда он живет, и я с ним разговаривал, он говорит, ну, Виталий, я не могу, все, это могут быть финансы, это может быть плохо, это может быть многие вещи в нашей жизни, где мы, знаете, как вот, бывает, человек согрешил, что, правильник 7 раз упадет и встанет, а человек в чем-то согрешил, сорвался, накричал на кого-то, да все, потом так, да не могу я жить по-другому, мои эмоции сильнее меня, буду я на всех срываться, значит, нет, ты сдался, значит, ты проиграл, это как, ну, вот, я могу сказать, знаете, как родитель, я думаю, из постеров, тот же Стас, может сказать, хоть у него, да, и нет пока, в данный момент, именно рожден, у детей своих, но, сама суть того, что, когда ты видишь детей, когда ты смотришь, да, ты думаешь, да тебе ничего не поможет, все печально, но никогда нельзя сомневаться в человеке, это так же самое, Бог нам дал силу, Бог нам дал власть, побеждать все, что сегодня есть, Он дал нам свободу, но никто не сказал, что я свободен, как в этой песне, да, словно птица в небесах, в каждой сфере нашей жизни нужно устоять, никогда не сомневайтесь в том, что вы делаете, приходят сомнения, знаете, не сомневайся, но открывайте, не делай, то есть, никогда не останавливайся, никогда не останавливайся, никогда не останавливайся, на том, что ты делаешь, если ты идешь, ты будешь проходить всякие сложные ситуации, никуда ты от этого не денешься, это война духовная, когда ты выдохнул, все пошло, колик, колик, а потом опять, дьявол, он всегда будет искать, всегда будет искать момент и сейчас посмотрите Якова 1.6 здесь говорит он про мудрость до этого стихи но мы сейчас говорим о сомнениях и то что говорит здесь смотрите куда просит сверху немало не сомневается потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемый и развиваемый дело немало не сомневается и сомневающийся подобен морской вы говорите получается как морская волна и тебя ветер качает поэтому когда ты начинаешь сомневаться тебя унесет вот именно вот ты идешь по пути по которому Бог тебя определил начинаешь сомневаться ты с этого пути уходишь в сторону это же смотрите и потом же надо потратить усилия потратить время для того чтобы обратно вернуться на тот путь по которому перейдешь а это время это затрат сил опять очередных это опять какие-то движения какие-то действия я знаете могу сказать женатый человек о том что вы думали ко мне и приходили сомнения а а я не женатый на что так же как и к моей жене илёх у тебя были хоть раз сомнения а ну не надо вообще знаете как я как раз сказал один человек женатый замуж это сестра так сказать она говорит Бог ну неужели ты хочешь чтобы я вот так всю жизнь мучил а что мне где я так согрешил ну а Бог говорит хочешь быть счастливым счастье свое устроишь это надо усиливать и ко мне приходили всякие мысли что неужели вот так вот должно быть я понимаю что это сомнение это то что дьявол хочет посеять я говорю нет Господь я не хочу так жить я хочу верить что мне нужно делать чтобы идти дальше наступать на себя наступать на свою гордость искать меня общаться как если сказать человеку неверующим унижаться просить прощения как этот даже даже звать вчера смотрели вот избранных третье третий сезон четвертая серия там в конце этот который Рибли сказал такие слова Петру если у тебя что-то сжимает научись что-то запомни пять слов так вот я не помню сейчас пять я назову нет прости я был неправ четыре нет прости я прости я был неправ все но это же в нашей жизни всегда это касаемо не только там мужа жены это касаемо брата сестры особенно те кто живут вместе это касаемо Бога мы мы приходит ситуация в жизни даже финансовая мы все нуждаемся реально финансово для того чтобы поехать на миссию для того чтобы отдохнуть или еще какие-то связи где-то сложиться на что-то и касаемо миссии мы начинаем когда сомневаться мы начинаем искать все своими пытаться своими усилиями и когда что-то не получается мы потом начинаем сомневаться Бог а от тебя ли это было злом чтобы поехать в Монголию поехать на алтарь поехать в роду гост туда предстоящий еще раз ну что годку а от тебя ли вообще я это почувствовал приходят сомнения вот просто приходят сомнения на все а от тебя ли это вот тогда вопрос а ты оделся на Бога или ты сам пытался это все решить а Бог то помогает знаете что самое интересное Бог помогает в связи в последнем моменте почему так Бог делает посмотреть насколько мы верны насколько мы верим в то что Бог может помочь на то что Он тебе это сказал это же нас подкрепляет это для нас свидетельство для того чтобы не опускать руки для того чтобы идти вперед сомневающейся подобной волне ты не будь как ну вот рядом волна вот куда ветер подул туда идти нужно стоять стоять в вере в том что тебе говорит Бог стоять в том что Господь я не хочу сомневаться в том что я на правильном пути все все делайте без ропота и сомнений без ропота и сомнений опять же сомнений чтобы вам быть неуконизмен и нечистым представляете когда приходит в нашу жизнь ропот и сомнений получается чтобы без ропота и сомнений это мы становимся неуконизмными чистыми чатами божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода в котором вы сияете как светило в мире но если мы получается начинаем ропот и сомнения приходят в нашу жизнь я не могу найти денег у меня не получается я не могу справиться с этим служением я не могу сделать то я не могу сделать это вообще зачем мне это надо Бог а как я не справлюсь ни с чем с этим а как мне жить дальше вообще и тогда ты становишься смотрите у тебя уходит божья чистота ты ведешь себя не как ребенку ты ведешься не как ребенок божий и тем самым не отличаешься ничем от людей которые живут в этом мире которые постоянно недовольны ну зачастую они делают там все недовольны тем что происходит я вот общаюсь ну работаю да с вами я не знаю ни одного там кто не работает который бы сказал что у меня все устраивает в моей жизни там пашут особенно грузчики шесть дней работают один отдыхает но они зарабатывают среди всех но грузчиков по морю немало но как бы они работают нормально и ну а найти человека довольного и счастливого даже богатые люди да почему богатые люди я же поканчив убийством не в деньгах счастья сказал уверенно счастье просто боль почему бог говорит прийти ко мне все нуждающиеся обременными я усопою вас то есть когда приходят сомнения когда приходит ромпорт недовольство какое-то когда вот эти мысли которые тебе мешают останавливают останавливают на одном месте мы не можем прорваться дальше мы можем долго стоять на одном месте не продвинуться никуда потому что мы ничего не делаем а только стоим наши сомнения начинают больше 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 ропот уныние недовольство и пошло пошло поехало и у тебя уже вот такой груз на голове там или как еще приводит пример гнездол которым куча птицы уже пород не сомневайтесь еще почему-то у меня хочу поделиться прям бог не оставляет покоя сейчас скажу так глава там шестая глава почему не надо делать вообще сомневаться вот представляете мы делаем добро служим людям двигаемся вперед вперед потом когда мы останавливаемся мы же перестанем вообще что-то делать вот ты остановился ты устал знаешь бывает любое должно устало я ничего не хочу отстаньте от меня сел упал даже бывает домой приходишь понимаешь что тебе завтра на работу надо что-то с собой взять а ты настолько устал что даже готовить тебе а если допустим ты не приготовишь на следующий день у тебя ну ты будешь там голодный ладно можно себе там купить что-то там по дороге но у тебя там может быть сын голодный у тебя будут дети которые дома есть голодные а вот братья живут сёстры вот тебе лень ты устал ты не приготовил да помните сколько разговоров потом когда ты услышишь и себе лес слышишь что ты не говоришь я устал братья простите ну ладно прощаем чё сейчас а правда кишки побошли а сейчас есть охлаждение мысли мысли приходят искушение и все остальное когда когда ты праздну когда ты бездельничаешь когда ничего не делаешь твои мысли ни о чём не думают тогда приходят куча искушений а потом вообще печально когда ты ничего не делаешь что она там вот вот и знаете что важно никогда не ослабить вот вот смотрите сейчас подведу итог прочитаю делая добро девятый стих шестая глава девятый стих галатов делая добро да не унывая все знают да и в своё время пожнём если не ослабим в своё время пожнём если не ослабим смотрите когда мы идём вперёд я просто соберу кучу вот и дальше вот вот представим себе мы служим мы двигаемся мы там ездим на миссии мы служим у нас здесь всего много дни рождения праздники всё и вся церковь это реально как одно тело которое дышит которое постоянно шевелится все что-то делают и каждый задействован ты понимаешь и вот представь себя ты всё ты там послужил тут послужил всё ты устаёшь ты работа ещё какие-то ситуации ну реально ты понимаешь что ты устаёшь у тебя порой опускаются руки а тут ещё если у тебя происходит у тебя происходит какой-то конфликт с кем-то или тебя кто-то не понял или ещё что-то ты начинаешь конфликтовать вот это нервы эмоции и ты потом бывает садишься и понимаешь как я устал мне надоело это всё и ты понимаешь а на правильном ли я пути тебе приходят сомнения тебе приходит ропот а тебя ещё опять тут же зовут что-то где-то помочь надо а тебе кроме как сказать мягко мне некогда тяжело ты устаёшь но в этот момент мы можем помнить о том что первое что Бог не даст не просил второе что мы всё равно делаем добро и когда ты понимаешь что ты идёшь и что ты на правильном Божьем пути если ты сомневаешься сегодня задай Богу этот вопрос есть вещи которые в нашей жизни да они у нас забирают силы но это забирает силы в основном всякая мелочь которой много в нашей жизни нам не надо никогда останавливаться но идти вперёд и вперёд и вперёд тебя зовут где-то помогать иди делай но знаете как задавая Богу вопрос просто задавая Богу вопрос Бог ну ты видишь что я уставший что мне сделать как мне отдохнуть как мне выбрать время я верю я верю что Бог не хочет чтобы мы тут с ума сходили и реально загоняли себя так чтобы просто упали без сил Бог не будет издеваться над нами да нам просто нужно понимание того что Бог а где когда отдохнуть мы вообще просто бросишь у Бога отдых время мудрости чтобы правильно распределить какое-то время где ты выбрать час поспать или там во сколько прийти отдохнуть я просто знаете как приведу пример даже буквально вот вчера расскажу вам короткий мой день я с утра пошёл в работу всё как рабочее после работы меня попросили поехать в Берёдске послужить потому что ну некому да ну что ну надо поехать поехали конечно то есть тем более я знаю что там с Барзаса приезжают там дети которые мы служим и я очень рад всё мы поехали там припоздали там немножко там ещё что но получилось так что всё равно приехали раньше чем кто-то но сама суть что мы собрались послужили потом бабах в девять часов понимаем Артур говорит ё-моё в полдесятого вообще не выбрать их мы ноги в руки быстрее лететь сюда Артур пишет там что задерживаюсь приезжаем сюда я подъезжаю вот у меня жена уже ждёт надо в магазин пошли всё идём в магазин я походу узнаю что Стас не может прийти братьям я прям чувствую сразу наверное я подъезжаю будет просто так вы знаете как тихий голос мгновение такое такой думаю ну ладно пока это пошёл идём в магазин всё в магазине мне звонят Виталь надо послужить убрать им сможешь ну ладно давай как бы ну ну надо я устал уже устал потому что я с шестинского седьмого на ногах я уже уставший то есть как бы представляете да в жару ты весь день на улице ты в машину сел просто кипяток с тебя просто ну жесть какая-то принесут всё я туда туда-сюда приехал в магазине жене тут говорю а она уже смотрит на меня и она понимает что она-то хотела чтобы мы вместе хотя бы сколько-то времени провели ещё там дома что-то может приготовить что-то нужно сделать а я понимаю мне ещё идти с собакой гулять ещё её надо накормить то есть как бы аааа время уже одиннадцатый час всё ладно еду жену заложу домой заношу пакеты еду к братьям прихожу домой в двенадцатом часу еду гулять собака прихожу домой в первом часу кормлю собаку вожусь спать во втором часу утром встаю в семь поехал опять на работу с работы приехал помылся пришёл сюда всё сейчас здесь как думаете устал я, нет? ааа устал я пока не чувствую усталости я знаю только один момент стоит мне прижать буквы всё выдохнуть я понимаю а мне сейчас то есть ну вот время чаще надо прийти потом опять пойти собакой погулять с женой обязательно пообщаться провести время ещё завтра служение то есть поехать с утра туда провести служение приехать сюда всё и потом потом после наше и бывает вот так вот всю неделю я замечал такой момент я знаю что только не говорю что я там я знаю что у нас в пастерской команде я знаю что есть так вот братья которые живут бывают так вот когда ты реально на износ но как бы знаете ты усталости не ощущаешь особо сильно а я могу сказать я не ощущал усталости когда мне было лет восемнадцать двадцать я мог до трёх часов пить пиво потом смотреть футбол пить пиво играть в приставку потом в шесть часов лечь спать потому что она хотя бы час поспать потом пойти на учёный вот потом шёл на учёбу там в училище и потом весь день нормально сейчас всё это сказывается сейчас я просто здесь сел там и спать а могу вот так для меня это не без разницы шум ещё что-то но дело в том что тогда не было мудрости вообще я знаю что сейчас Бог выделяет время я уезжаю к тёщество там дверь мне хорошо я ложусь и я не буду трогать даже о себе не подумать дверь закрывают чтоб до одиннадцати я разблю такое бывает раз в несколько месяцев или знаете я просто хочу вас ободрить не знаю сказать что всё такая в вашей жизни просите мудрости у кого чтобы отдыхать да 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 и Бог будет давать это немножко другая тема но вот чтобы вот эти сомнения знаете как это чтобы сомнения сомнения приходят только в особенно в тяжкие тяжелые времена когда тебя что-то сдавливает сжимает обстоятельства трудности какие-то духовные душевные проблемы проблемы какие-то с учебой с работой еще что-то где-то происходит с нехваткой с деньгами поругался с кем-то много всяких обстоятельств они могут навалиться все одновременно но могут потихоньку одни я могу сказать что не допускайте сомнений в вашу жизнь вы представляете да самый большой человек который из всех пророков был на земле даже он допустил сомнения будучи перед этим видим то что на Иисуса сошел дух Божий слышал о том что это сын мой понимание того что это мессия и все равно в его жизнь стесненных обстоятельствах пришли сомнения мы все можем быть подвергнут этому почему я написал что не сомневайся открывайся когда мы открыты и спокойно говорим о каких-то вещах когда ты не помнишь вот так вот и все я устал потом тебя рвануло и неизвестно что дальше будет гоните сомнения и вот ну почему слово почему вот у меня как-то Бог вот положил на сердце именно что не сомневайся делая добро да не унываем мы порой устаем потому что ну сомнения приходят когда когда ты не видишь какого-то пользы кладов когда тебя все сдавлют когда что-то не так что-то не это и начинаются вот эти вот мысли тебя сдавлют но это не значит что ты должен восстанавливаться и допускать сомнения это еще одно это еще одно там связано знаете с верой но но где и 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 сомневаясь если и делает так если и и и сомневающих посудит осуждается потому что не поверит а все что не поверит т.е. что не поверит бред брехам че Ты сомневаешься, у тебя уходит даже вера, то, что у тебя получит. То есть, ну, смотрите, как все вообще взаимосвязано в нашей жизни и в нашей жизни. Стесненные обстоятельства дают сомнения, а из сомнений дальше вытекают уныние, депрессия, ты перестаешь верить и так далее и тому подобное. Но не надо останавливаться. Никогда. Не сомневайтесь в том, что Бог вас любит, в том, что Бог вас направил, что вы на том пути, каким вы идете. Мыслей, может быть, куча с этим приходите. Дьявол будет пытаться давать вам сомнения, закидывать вас на сторону. Не сомневайтесь в том, что вы на правильном месте, на правильном пути. Побеждайте. И делайте то, что можете. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...